здравствуйте здравствуйте вы удивляетесь а что это тут происходит а это в кои-то веки я принесла вам как-то навалила контент контент навалила на самом деле почему вообще все решила тут позаписать поназвучить все поверх потому что вот рисовала своем скетчбуке рисовала а потом думаю а чё я зря рисую дайте-ка я вот как-то сохраню это для потомков видео формате сделал значит видео формат он он здесь ускоренный в два раза примерно общее сейчас кечи сделал где-то за полчаса видео будет видео занимает 16 минут достаточно длинные какой-то фоновой музыки приятной я не нашла и поэтому решила что а почему бы и не поназаписать чего-то поверх представьте что это такая странная версия какого-то подкаста ни о чем почему не потому что мне в данный момент вообще я я не знаю о чем вести этот 16 минутный монолог я довольно неплохо разговариваю с людьми в диалоге ну то есть когда мы там на стримах хихоньки-хахоньки ответы на вопросики вот это вот моя стихия это все нормально но сидеть как бы смотрите в одиноко в микрофон и и что-то там пытаться говорить это новый уровень челленджа но как говорится ничто меня не может остановить потому что сидеть 16 минут смотреть на то как я делаю гуашью и да как вы заметили это гуашь тоже как я делаю гуашью скетч под нылую фоновую эмбиент музыку ну так себе удовольствие поэтому я постараюсь вас немного развлечь у меня скорее всего не получится но вы крепитесь вот зато вообще если так нормально получится то если вы будете оставлять какие-то там вопросы и пожелания в комментариях возможно это может превратиться в какую-то рубрику а-ля до подкаст ни о чем хорошее название как бы следующий вариант радиоветровый вот пока что могу сказать а вот пишу башу скетчи а вообще последнее время сильно вернулась к традишки ну больше вернулась к традишки не значит что очень много делал традишки нет нет это просто типа больше чем чем раньше ну в принципе все больше чем ноль но я вот как-то так вот заземляюсь я почти ничего не делаю в цифре сейчас но если я уж что-то рисую там после работы то как правило я что-то делаю скетчбуке причем как вы понимаете я не то чтобы сильно запарилась потому что этот скетчбок в котором есть час рисую скетчбок от art creation вообще-то для гуаши не предназначен так то он отлично для карандаша он отличен для туши линеров всего такого но когда на него попадает даже чуть-чуть воды и это в принципе вот видно даже сейчас бумагу начинает вести но как вы понимаете меня ничего не останавливает также мне ничего не останавливает что у меня набор куаши всего восемь цветов тех если вы те кто пишут гуаши это знают те кто не пишут не знают так я вам расскажу восемь цветов это как бы самое такое знаете самое начало это такой детский вариант творчество как вы знаете распробовать материал потому что дальше нужно покупать наборы больше потому что когда ты пытаешься намешать разные интересные всякие цвета из 8 всего вариантов очень часто получается грязь именно поэтому когда вы видите ну вот большинство тех красивых видосиков на ютубе если вдруг вы их смотрите на которых как-то представлены картинки гуашью там конечно наборы побольше там конечно наборы побольше и вместо того чтобы намешивать цвета люди просто по сути берут из кюветиков готовые ну по крайней мере ладно может быть может быть вы спитинг from experience как бы говорю вот как как чувствую я просто так чувствую сама и по наблюдениям в общем-то мне так кажется если но опять-таки я не мастер гуаши я почти не писала этим материалом в удилище я совсем буквально недавно зачем-то я не знаю я не знаю зачем я зачем-то вот его купила почему-то мне захотелось и поэтому я небольшой мастер этого дела поэтому если вдруг вы шарите за гуашь лучше чем я это в этом есть большая вероятность этого не стесняйтесь мне тоже что-нибудь в комментах рассказывать вот в целом как бы здесь я все равно у меня есть в этом же скетчбуке и вы потом это увидите потому что скоро я его закончу и есть нему перелистывание какие-то обычно делаю на youtube вы увидите что у меня там есть более пастозные работы такие с более плотным слоем гуаши а здесь я решила так типа акварель линька знаете так листировочками поработать так типа чуть-чуть вообще не хотелось как-то прям заморачиваться но целом мне мне нравится я прям заземляюсь традишкой особенно я это уже говорила и я повторю это еще раз потому что я не помню где это говорила понимаете женщины в возрасте и память у меня уже не так что особенно вот с последнее время когда в интернете большое засилие генеративных картинок как-то очень приятно делать что-то вот руками физическое что существует в реальном мире что тебе не нужно загружать в интернет и ты можешь просто в руках подержать на это посмотреть и традиция для художника в этом плане просто ну для меня идеальный вариант я конечно не самый лучший традиционный художник мне не хватает практики во владении материалом но нет у меня есть акварельный скетчбук и вот когда я его закончу когда-нибудь там если листать вы увидите что вообще практика раляет потому что у меня первые там страницы они конечно ужасны но концу мы как-то начинаем хоть как-то в общем картинки хоть как-то начинают напоминать что-то что-то приличное поэтому что практика злого успеха господа вот странно конечно да странное ощущение вести такой монолог без каких-то вопросиков без каких-то без какой-то цели без какой-то основной темы и тут даже не знаю тут даже как бы и сценарий не напишешь потому что во первых я никогда не пишу сценарий ни к одному из вообще ни разу в жизни вообще не писал никаких сценариев вот а во вторых я когда очень спонтанно решила записать войсовер к этому видео и потому вообще понять импровизация импровизация снимая как обычно как вы уже поняли те кто смотрит этот канал давно снимаю я на свой старый canon 5d mark 2 и поэтому на этот же на эту камеру снимала все свои видео она вообще не предназначен для съемки видео особо именно поэтому у меня раз фокус там где не надо фокус не там где надо и вообще тут тут я старалась я старалась как могла но это не значит что у меня получилось но хотя бы мне кажется фокус более-менее я попала не все не все вы все еще видите размытые лапки размытое все но в целом хотя бы понятно что происходит по поводу выбранной темы скетча да на самом деле мне кажется мне в каждом скетчбуке минимум я даже в зибраше как-то делала корень мандракоры я не знаю почему я как-то вот раз в какое-то время все равно возвращаюсь к этому объекту для изображения и просто его делаю нами кажется в скажем в каждом буквально скетчбуке есть мне нет ответа на вопрос почему просто вот когда я сижу и иногда бывает такое что что хочется порисовать и не знаю что конечно в 99 запятая 9 период 9 процентов случаев я в этот момент начинаю рисовать рогатых людей тут как бы без новостей тут тут ничего нового но иногда но иногда ты думаешь может быть не рогатых людей а может быть корень мандракоры и в этот момент я рисую корень мандракоры я не особо заморачиваюсь дизайном если честно я не пытаюсь найти какой-то новый подход к дизайну этого я даже не знаю объекты или персонажи да потому что технически технически так это объект но так то можно подумать что это и персонаж вот я на самом деле в скетчбуке просто просто как-то наслаждаюсь самим процессом работы с материалом вообще многие люди у разных где разный подход скетчбоком но одно утверждение которое верно для меня я считаю должно быть верно для всех все должны так относиться к своим скетчбоком это то что скетчбок он ну для художника а не для зрителя то есть в скетчбуке должно быть то что вообще хочется делать а не так что типа каждая картинка должна быть ну каждая страница должна быть закончена картинка ля 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 вот это все не 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 скетчбок вот он для вас вот что хотите там делать хоть стадики полноценные картинки какие-то не знаю просто вы карандаши расписывали вот вот мне кажется вот этот вот подход самый прикольный и для меня но он работает в том что у меня нет какой-то типа цель к цели именно не знаю поработать проработать какие-то пробелы в дизайне когда я делаю какой-то скетч или там попробовать новый материал или или еще что сделать стадик хотя у меня есть и стадики и разные материалы все в этом скетчбуке даже если он совершенно к этому не подходит вот как я уже сказала я просто открываю страницу вот если не захотелось сегодня например сделать там гуашь или или акрил я делаю мне в принципе насрать что бумага не очень для этого подходит вот вот но для меня как бы скетчбук это вот вот какое-то вот воплощение вот этих вот ну не назвать их мимолетных но вот какого-то творческого порыва в текущий момент времени вот как бы когда я открываю страницу значит я раскрываю скетчбук и вот что мне в этот момент хочется я это и делаю хочу типа делаю просто какой-то вот не знаю редиску орущую хочу чуваков рогатых хочу там не знаю вот чувствую что что-то как-то тушью захотелось порисовать или там карандашами или какой-то вот стадик поделать эти черепушки снова недавно делала или просто иногда у меня это кит коляки бывают и это совершенно нормально и это совершенно нормально вот тут о кстати вот тут меня наконец дошло что наверное стоит поменять угол камеры потому что как-то во первых все очень далековато ну далековато не то чтобы этом какую-то живопись данного дела но как ну далековато поэтому я поменял угол камеры тоже немножечко вот несмотря на то что да скетчбук не для работы с водой но он все равно позволяет делать какие-то вещи он все равно позволяет делать вот эти вот легкие блессировочки вот это вот не знаю там градиентики сейчас вот румянчик я такая пицц румянчик туда-сюда а то что как ну а как без румянчика не в смысле что мандрагора что-то стесняется вот вы попробовали бы столько орать у вас бы тоже не только румянчик у вас бы вообще все лицо покраснело и лопнуло но на самом деле ладно дурацкая шутка я просто живопись пытаюсь наводить иногда я ну это нет сегодня это не тот случай но иногда я пытаюсь прям чуть больше рендерить скетчбуке иногда я просто опять таки вот просто позволяю своим каким-то вот порывом в текущем моменте взять на собой власти и сделать так как душа просит вот сегодня я открыла скетчбук посмотрела на гуашь и такая душа просит сделать что-то простенькое гуашью и это очень прикольное ощущение на самом деле меня радует что она у меня существует потому что у меня был какой-то вот долгий перерыв когда вообще ничего не хотела сделать когда любые какие-то работы ну типа какие-то рисование творческие там после работы вызывало только желание типа а сейчас нормально сейчас нормально а у меня конечно все еще не делаю это прям постоянно прям часто но стараюсь что вот вам еще рассказать дачу дачу тут еще рассказать может почти как бы уже каким-то образом я умудрилась наговорить на нормально проговорить почти весь этот видос поэтому если вас не затруднит вы пожалуйста оставляйте свое мнение вот про это вот все вот про это вот вакханалию которую я тут устроила может быть может быть это будет началом какого-то странного странного подкаста знаете такой подкаст ни о чем а может быть она никому не зайдет и вы скажете таня ты как бы потрать лучше время то лучше нам стрим включи вот стремец запусти на котором ты один хер ничего не нарисуешь но зато хотя бы поболтаем живенько вот а может наоборот зайдет так что вы пожалуйста вы не стесняйтесь пишите все что думаете в комментах ну в смысле только будьте вежливы конечно потому что во первых я не успела не наговорить ничего такого за что меня тут можно было бы каким-то образом оскорблять а во вторых ну а чем я вообще-то что что вообще давайте просто будем вежливыми и культурными и стараться сохранить какое-то вот такое благостное состояние в комментариях и точечки такие-такие пык-пык-пык точечки потому что как-то вот какой-то вот текстуры фактуры захотелось добавить как это еще можно сделать только точечками я я просто надеюсь что все понимаете когда я шучу а когда нет если не понимаете это будет сложно нам с вами будет не по пути все наверное на этом на данный момент не нечего сказать мы практически подошли к концу видео я надеюсь что и следующие какие-то свои скетчи у меня получится заснять сообразить что надо их возможно заснять и или возможно скоро просто я закончу скетчбук и сниму видос где его налистываю может быть тоже буду делать войсовер чтобы рассказать что там что там чё вообще может быть нет в любом случае как бы он ни было пишите комменты отдыхайте кушайте вкусно занимайтесь спортом всего вам хорошего пока